Этот путепровод открывает Бобручанам дорогу на Гомель, Киев и Москву. Его в 1957-м построили взамен разрушенной в годы войны переправы. Долгое время Титовский мост оставался единственным связующим звеном между берегами Березины. На техническом и эстетическом состоянии объекта сказались поток транспорта и возраст. В 2017-м сооружение признали потенциально аварийным и ввели ограничения по массе автомобилей. Масштабная реконструкция же началась в декабре 2021-го. Было проведено усиление металлических ферм моста, металлических стоек опора номер 2 и 5. Все эти работы уже выполнены на 100%. После того, как мы построим новый мост, старый мост демонтируется и на его месте будет возведено такое же сооружение, симметрично, то есть будет в итоге стоять два новых моста у вас. Тендер выиграли сразу несколько организаций. За правый берег отвечает Бобруйская ДСУ-16, за левый – Дорожно-строительное управление из Рогачёва. Проектировщик – Белгипродор. На объекте сейчас задействовано свыше 50 единиц техники – экскаваторы, катки, самосвалы и бульдозеры. Плюс две буровые установки. На месте трудятся 40 специалистов. В данный момент мы продолжаем устройство площадок для строительных городков, для РБУ. Подъезды к ним формируем. Параллельно отсыпаем рабочие площадки для устройства опор будущего моста. Путепроводы практически не будут отличаться друг от друга. Исключение – ширина. 17 метров у нового моста и 14,5 у преемника Титовского. Для водителей предусмотрены три полосы на въезд и столько же на выезд из Бобруйска. Расположатся тут также пешеходные и велосипедные дорожки. В данный момент мы занимаемся циквой зеленого полотна. Дневной объем составляет порядка где-то полторы тысячи кубов песка. Параллельно со строительством мостов на подходе к ним расширится Береговая и Рогачевская. Каждая улица примерно на 500 метров. С учетом длины переправ, суммарная протяженность дороги составит 1320 метров. Движение здесь не завершится, пока не возведут мост Дублер. Его протяженность 252 метра. Работа ориентировочно завершится в мае следующего года. Основную часть пролетных сооружений выполнят из особо прочной стали и лишь прибрежные из бетона. Реконструкция запущена в рамках госпрограммы «Дороги Беларуси». На все про все у специалистов 35 месяцев. Сам проект оценен в 89 миллионов рублей. Новый путепровод, уверяют строители, простоит как минимум 100 лет.